Вот она мечта, как есть. Каждый целеустремленный спортсмен ждет этого момента. Последний шаг на пути к чемпионству. Финал масштабного всероссийского состязания стал целым шоу. Софиты, объективы камер и прямая трансляция с географией далеко за пределы России. Мы в принципе понимаем уже приблизительно, кто претендент на звание чемпиона России. Это уже определяется в течение целого года. Ведь чемпионат России это итоговый турнир, на котором уже фактически происходит отбор в сборную России. Для сильнейших спортсменов со всей страны это не просто финальный отбор на чемпионат мира, а еще и билет в профессиональный спорт, добавляет небезызвестный промоутер Владимир Хрюнов. Здесь побеждает тот, кто в состоянии сегодня выиграть. Этим рукопашный бой отключается, например, от бокса. Вы попробуйте выиграть любительский чемпионат России по боксам. Здесь огромные суммы, уже ни для кого не секрет, обсуждаемая всеми коррупционная составляющая. А здесь все чисто, четко. В одной из первых схваток за награду высшей пробы боролся Орловчанин. В весовой категории до 55 килограммов ему противостоял боец из Тюмени Азамат Шашаев. И уже с первых минут Шамиль взял инициативу в свои руки. Работая первым номером мастер спорта, то и ловил своего соперника на контратаках, с каждым разом добавляя по баллу на свой счет. Были непредсказуемые моменты. Не стой, не стой, Шамиль, не стой! Аккуратно! Хорошо! Методичное избиение продолжилось и далее. Уже к концу схватки все стало ясно. С преимуществом в 11 баллов наш боец одержал верх в своей весовой категории. Это просто не передать словами. Я просто рад, что я выиграл именно в городе Орле, в родных стенах. Такая группа поддержки, мне еще раз повторяюсь, просто не мог проиграть. Вышеупремянутый промоутер Владимир Хрюнов весьма высоко оценил кондиции спортсмена и поделился с журналистами планами о будущем Шамиля. Вот за кем я сюда приехал, вот за чем я сюда приехал. И от всей души поздравляю человека, который живет, который настоящий орел, который из Орловской области жил и будет продолжать жизнь. И выступать уже теперь за Россию на чемпионате мира. Поздравляю от всей души. Спасибо большое. Сейчас новоспеченным чемпионом страны предстоит перевести дух и без промедления в составе национальной сборной приступить к подготовке. Уже весной 2017-го столица России примет чемпионат мира по рукопашному бою. Вот там и представится возможность нашим рукопашникам показать себя. Ведь на кону честь страны. Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.